Здравствуйте! Вот популяризаторы науки, а я отношусь к популяризаторам науки, им всегда нравится нагонять туман тайны и неизвестности, что-то вот такое. Я всегда нагоняю туман тайны и неизвестности, рассказывая о происхождении жизни, появлении жизни. Ну, я издалека начинаю по поводу первых опытов обнаружения зарождения жизни. Это, значит, куча грязного белья, и в ней сами по себе заводятся мыши! Это вот было непровержимое доказательство самозарождения жизни в средние века, так вот находили некоторые ученые. Ну, если говорить более серьезно, то в начале 20 века, когда понятия не имели о структуре клетки, это представлялось просто пузырьком какой-то жидкостью, то их уподобляли коацерватным каплям, каплям вот такого коллоидного раствора, скажем так, кисель. Вот капелька киселя в воде, она ведется очень похоже на клетку. Если разница концентрации, например, соли внутри и снаружи разная, то пытается уравновеситься эта концентрация. Если внутри капли соли много, туда вода поступает, капля раздувается. О, питается капля, как клетка. Вот, но вот в наше время такие простые модели уже не проходят. И обычно, когда я нагоняю туман, я на этом месте останавливаюсь, чтобы тумана было больше. А вот сейчас я вот решил пройти дальше, в область вот этого вот самого тумана и неизвестности. Значит, что там в этом тумане неизвестности есть? На данный момент наука двинулась гораздо дальше, чем была раньше. До сих пор непонятно, как могла такая возникнуть сложность структуры клетка. Ну, по крайней мере, неизвестно мне из доступной литературы, какие же на этот счет гипотезы есть. Зато вот гипотезы о появлении кода нашего ДНК. Вот они уже появились. Видите ли, в чем дело? В наше время умеют читать ДНК. Я вам сейчас расскажу, как это делается. Это очень сложный процесс. Ну, во-первых, сначала аналогия с нашим обычным компьютерным делом. Можно? В ней уже немножко устаревшим компьютерным делом. Когда-то раньше длинные программы записывались на магнитофонной ленте. У вас много этих магнитофонных лент, и на всех в них написано одно и то же. Понятно? Вот у вас нарвали маленькие кусочки, и вы начинаете кусочками читать. Вот там какой-то фрагмент, там букв 100, может быть 500, может быть 1000. Разные методы чтения позволяют по-разному сделать. Значит, то, как это делается в биохимии, это рвут на куски молекулу ДНК и начинают ее потихонечку заново синтезировать. Понимаете, помните, такая молекула ДНК, она двойная спираль. И в чем прелесть? Она как картинка в детской книжке была, как молния вот так вот растегивается. А сюда можно пристраивать, строить новую молекулу ДНК. Всю целиком длинную, большую не построить сразу. А вот маленькие кусочки можем строить, и при этом выделяется еще продукт по этой реакции построения. Вот этот продукт и химики регистрируют разными методами. Вот такая вот вещь. И вот эти кусочки отдельно читаются. Потом поначитали кучу этих отдельных кусочков, может быть с ошибками. А потом надо из этих отдельных кусочков, компьютер уже нужен, мощный суперкомпьютер. Он эти кусочки складывает, сравнивает, и вот она целиком готовая запись, которая была у вас на кассете из буквок вот этих вот, которыми записан код. Так вот, обладая вот такими вот сведениями, обладая тем, что, в общем, не боги горшки обжигают, и не боги читают, а химики, да, читают вот этот код ДНК, синтезируют по нему заново. Стали искать методы, которые могут реализовываться без участия естественных химиков в живой природе, синтезируя на каких-то матрицах, да, вот этих вот длинных сложных цепочек, типа цепочек ДНК, типа напоминающих. Я не вхожу в детали, но вот типы их. Ну, пока физики, они любят все испортить, всем жизнь. Они говорят, что это очень маловероятно. За всю время существования Вселенной, во всей видимой части Вселенной, может быть, таким образом на всех планетах сформировалась только одна такая молекула. Вот они так насчитали. Ну, работаем. Удачи вам, всех благ. Удачи вам, всех благ.